Я здесь 17-го года. Можно сказать, что опыты канаплеводства сегодня находятся на подъеме. Может быть, кто-то будет выражать, я думаю, что примерно может быть эпатичнее. Восстанавливается объем семянного фонда, растут костяные площади. В 17-м году прирост составил 60-65% в форме в 16-м году. Конечно, это тросло многому в основном эффектом низкой базы. Но, тем не менее, все больше традиционных канапли в севящих регионах восстанавливают бассейны с высокодоходной и устойчивым земледельским риском технической канапли. Сегодня государственном секторе селекционных достижений Российской Федерации, я думаю, лучше меня знаете, 26 танцов канапли, которые ранее и с успеха применяются в естественной канаплеводами. Активный селекционный приводный разряд развивается по Воложьим, Нижегородской и Пеннинской областях, республике Мордовии и Башкортостане. Прежеходность приводственных кримиковолокна сейчас пролежется в пределах чуть более 40 тысяч тонн, но одновременно наблюдается все более значимое недостижение планового показателей в 16-м году от зонения в форме 16,7 тысяч тонн. Вместе с тем я уверен, что потенциал российских регионов по воздействию неиспользованной канапли на сегодня за месяц и переходим в полный мир. В лучшие годы советского периода объем кастерных площадей под Канаплей составляет почти миллион гектаров, обеспечивая значительную часть доходов всего средства в хозяйство страны. На воздушке в свою очередь занимало 1-4-7 кастерных площадей Советского Союза. Я работал директором совпоза 7-6 по 1994 год в Новосибирск области в Барбовский район. Вы, можно сказать, знаете, толпы строителей, были прокладированы с транспорта 7 человек. 7 человек в то время, но понимаете, правительство, руководство, мы ценили за труд. Сквад в окрасте 1990 года в Новосибирске был связан с независимой политикой новости сельского хозяйства. Сочетание с оголченым лоббизмом, друблевых юридических концертов. По информации, председательного предприятия, председательного утверждения агентства Леона, из концерта 30-ти островодных заводов и 75-ти заводов, действия на начале 2019 года, в 2016 году функционировал лишь 82. Тогда, например, Владимир Сверхоложский инструмент в области Китенхи-Край, время прекратили возъемность на Лугунцах. Безаркотическая конопля и вовсе долгое время разъяснялась с моих факторов, что пакостно опытом сказалось в разъемных услугах. Вместе с тем, в Западной Европе, в Северной Америке, активно развиваются в странные почери, технические конопли, технологии глубокой пергополки, что становится особенно актуальным, в условии коммерческого запроса на экологические материалы. В этом свидетельстве мы будут повреждены, что в области Китенхи-Край и на Батру требуют научно-обортованной системной государственной поддержки. При этом тоже активно используется передовой опыт советского периода, и не надо считаться этого. Сегодня в России два центра селекции Канатрии. Это Краснодар Северный Институт им. Янгер и Петинский Северный Институт. Петинский Северный Институт этому явно недостаточен для поддержки развивающей годности. Всероссийский Северный Институт на Ордене Рудового Красного Знамени, который находится в Орде Торске в Северской области, является ведущим учреждением по этой культуре в странах СНГ, Европы и мира. Он осуществляет координацию «Действия научных» и образовательных учреждений в России. Планы Федерального Агентства научной организации по созданию Федерального научного центра физических культур обязательно благораздновлены интересы российских архивов и народов. Учитывая особенности работы в том числе научной системе «Благодарность хозяйственной культуры», 29 сентября в Государственном Думе несет проект закона о Федеральном учреждении в 2018 год. Выпишите, полагая необходимым, провести работу в показаниях дополнительных мер государственной поддержки коронавирусного возраста в рамках государственной программы на виде сельского хозяйства в 2013-2020 годах. Также хотелось подметить потребность коронавируса в четкой реаниментации России в отношении правоправительственных органов. Сегодня, когда техническая коронавирусная содержит менее 0,7% на российских веществах, я именно очень хотелось бы иметь четкие рекламные проекты со соответствующими органами. Проявится на мой взгляд в этом смотреть вопрос исключения из постановлений регулирующих оборот наркосодержащих растений сортов коронавирусных, включенных в ответ селекционных достижений Российской Федерации. Уважаемые коллеги, в рамках моего коронавируса выступительного слова раскрыть все перспективные направления, разрешившие настройство и завод в России, не конставляет его форму. Я думаю, что вы разобьете и дополните. Думаю, в последующем рассмотрении меня дополнят. Из заключения хотелось бы заверить. Все учащиеся в конференции, в готовности нашего комитета оказывают семерную поддержку в развитии благодатных сельскохозяйственных культур в регионах Российской Федерации. Уверен, что проводимые сегодняшние конференции станет одной из платформ для танцевой консолидации. В этой связи, благодаря коллеге, я желаю вам успешной и благотворной работы. Спасибо за внимание. Спасибо. Тем не менее, по данному культурной России, как вы видите, междугодно происходит снижение потребностей длиной и белкового локня, как следует для текстильной промышленности. Как следует отметить, что у кого-то снова летел на длину традиционным именем на текстильную промышленность. Так, например, потребность по данному локону в 17-й, то есть снизу уже до 7 тысяч тонн для длиной и белкового локня всего. Тем не менее, мы ведутся на ближайшую среднесрочную перспективу. Здесь направлено определенное положение предназначения. То есть предполагается, что минус 2-2,5 градуса потребностей длиной и белкового локня должно вырасти именно для глухой текстильной промышленности. Следующий слайд. Снижение потребления натуральных тканей и, как следствие, потребности в длиной и белковом локне наградно демонстрирует. Следующий слайд. Четвертый. Следующий слайд. Данный по производству тканей Российской Федерации характеризующий, я хочу сказать, покажите, пожалуйста, характеризующий также снижение потребления натуральных тканей в связи с выключением потребления синкетических тканей синкетического локна. Следующий слайд. Это реал произрастает на Российской Федерации. Как вы видите, три зоны Сибирь, Приволжье, Северо-Запад. Наибольшее количество у нас золотых у нас присутствует в Умурской республике, в Омурской области, в Умурской области, в Уферской области и так далее, и все области в Северо-Западе. Следующий слайд. Наканцы представлены ареал произрастания Конопы. Семнадцать регионов сегодня занимаются в Омуре за густом. Имеем пока всего шесть длингозоломов. Тогда как девяносто, тогда как или семьдесят пять. Следующий слайд. Есть определенные... Вот, есть определенные функционалы Российской Федерации для развития производства хлопка. В первом случае мы являемся еще-таки северной границей его произрастания. Есть возможность выращивать в Савропольском крае, в Савропольском крае, в Уферской области, в Республике, в Калунде. Видите, на самом деле представлены потенциальные восстановки в площади, которые мы можем отвести под производство этой культуры. Минпромтор и хлопко-перерабатывающие предприятия заинтересованы в экономизации производства сырья на нашей территории. Это не как фактор давления на партнеров из Центральной Азии в части установления цен и как фактор снижения зависимости от импортных поставок хлопка, хлопка с отца, хлопка волокна. Следующий слайд. Коллеги, на самом деле представлены динамика производства и новая пинка волокна в Российской Федерации. Мы будем комментировать все цифры. Мы их неоднократно осмучиваем. Следующий слайд. Посилная площадь Гринадова Кунстанта существует, что в 2018 сократилось до 45,7 тысячи гектаров в Российской Федерации. Производство сократилось до 45 тысячи гектаров. Мы понимаем, что сегодня при ориентальности без государственной поддержки минус 19% в том, что он не может существовать. Поэтому с вашим фактором, что вы видите, он может уделяем повышенное внимание. Разные виды и господдержки мы использовали, применяли и отсоксидировали тонны львового окна, реализованного львового окна до реализации хронически-сдачных программ. Со следующего года мы планируем ввести новый инструментарь, а в детстве, хотя там случаем, Александр Николаевич, и вот так и прочее на своем департаменте. Следующий слайд. Главное производство конопли, в отличие от последних годов, прирастает и подпочитает и по главному региону. В этой культуре есть очень большие перспективы в Российской Федерации. Следующий слайд. 18 точек в расстреле региона по годам динамикам и перед тем, рост интересов к производству львового окна в Сибирском федеральном округе, динамичный рост в Пиргозском федеральном округе, центральном федеральном округе. Следующий слайд. Главное сборное нового окна. Следующий слайд. Уважайность. Возвращение регионов. Все эти слайды, вся эта презентационная материала, выключена на лиценном сайте Матехоз России. Сразу после завершения, после того, как с ними ознакомиться. Следующий слайд. Тоже самое по Конопле. Уважайность. Уважайность конопри. Более постребованным, либо совместным, как называемым, тем не менее, меры государственной поддержки, когда он не определяет, если в ходе России не искать или, конечно, с потребностями производства оборудования нового окна, в том числе, в первую очередь. Сегодня на совещании проводим совместно с коллегами ЗМП «ТОРКО», мы пересчитывали, что в перспективе нового окна будет востребовано в Российской Федерации текстильными предприятиями, они готовы его приобретать, готовы приобретать по конкурентной цене, но им нужно необходимое качество. Волокно 11, 12, 14 номера, 14 номера, то есть, если мы занимаемся виновным волокном, мы будем окачать вновь на качественные характеристики. Следующий слайд. Цель номера волокна, вы видите на слайде, цена есть, спрос и на длинное, и на короткое волокно, он есть. Следующий слайд. Это динамика мер государственной поддержки, по каким направлениям, как поддерживать, как вы видите, несмотря на то, что сельхозпроизводители ни разу не выполнили индикативные показатели, государственная программа на сельхозроссии не основывала финансирование данного направления, так как считаем его все-таки приоритетным, стратегически важным для Российской Федерации. Воскресенье. Вы видите уровень государственной поддержки в России, в России, в России, в России, в России. В чем поддержка и северального, и регионального бюджета. Скорее всего, я должен отметить, что региональный бюджет в последние годы существенно снизил уровень государственной поддержки в следующей сфере. В настоящее время с 1-го, с 7-го августа текущего года Метельхоз России внес изменение в приказ подводного кредитования круглосрочных кредитов. Мы внесли изменение в приказ подводного кредитования инвестиционных кредитов. Сегодня мы ждем от одного новых инвестиционных проектов, готовых в приоритетном порядке их поддерживать. Об этом уже неоднократно руководительным органом управления МКС объявлял уже молодая девушка, в котором первый заместитель министра Александр Николаевич Ткачев, с недавно на площадке правительства, и с первым нашим приоритетом, и обнимаем поддержку. Среди муществом, один, будем выделять поддержку миронаправленности, цель нового окна. Следующая поддержка, все в первых рамках исследовательной поддержки, с 18-го года мы планируем отдельность торговых детей. Как показывала практика, наша надежда на сознательность региональных властей не оправдывается. Регионы правдых единых субсидий, субсидированные на УСКО по остаточному принципу. Не все, но все вовремя, если я работаю с вами. Поэтому мне приходится государственная поддержка, я ставлю это как одинаковый центр, и мы планируем на практике связной поддержки предоставлять 10 тысяч рублей и поставить на один диктат. Этот вопрос мы прорабатываем. Вопрос финансирования. Работаем с Кельфимом, работаем с Медианом. Готовим материалы, документы, обосновывающие документы, финансово-техническое обоснование. Надеемся, что нам это прекрасно. И со следующего года мы получим достойный уровень государственной поддержки. Есть вопрос государственной поддержки техническо-технологической модернизации, и в области. Мы понимаем, что есть существенная потребность в управлении вашего инфраструктурного ПАК, научных предприятий. Но пока идеи, как поддержать, есть. Мы думаем про поддержку, как это лучше сделать. Вы знаете, что существовало, что на сегодняшний уровень поддержка так называемого восстановления 4-3-2 дня, которое сейчас было для уважения государственной карты очень существенно снизилось. Если бы на этом управлении были недостаточно решительные, мы бы естественно делали строковку. Вам написали на ваших техниках, что сегодня нам много, но легче будет трудно, чтобы улучшить производство эффективности производства. Следующий срок. Коллеги, на тех пор, следующий срок. В комплексе мы на самом деле представлены обеспечивающего развития производственной программы на этом направлении. Это тоже необходимо делать в следующем случае, если мы хотим продолжать заниматься его, мы для себя добиться и для решения. Надеюсь, что нам с вашим успехом пройти. Создали семью на сегодняшний центр в больном и кубе. Есть поддержка, так называемая КАПЕ, субсидированная на 20% за трат. К сожалению, пока в данном заявке на создание семью на сегодняшний центр по налогу, с рекорсами. Если такие заявки поступят, то будем рассматривать приоритетный порядок. Рекомендовать экономистам, рекомендовать лорочек, комиссии, в котором, на всяком случае, руководство, если можно принимать необходимости поддержки области, действия, и заинтересованность немножко беспокоит от чувствия запроса со стороны РОТОСа. Так что документы не заявлены. Следующий этап – это комплексная механизация, модернизация предприятий, выращивание и переработка в районах работы. Строительная транспорция предприятий, глубокую проработку в районах работы. В настоящее время мы провели работу. Есть коллега, которые открыли, но есть сколько мы собрали проектов. 15 миссионных проектов уже есть, готовятся, подготовлены 8 на конечной стаде. Деньшу откроются, а мы с Россией будем поддерживать. И мы не справляем, а вторая справляем, а вторая справляем, создание властных, 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 властных. Следующий этап – это создание романтистических центров. Это патр для организации продукции народного внешнего бинута. Здесь мы видим определяющую роль бизнеса. Это коммерческие предприятия. Это более эффективный направление, более эффективный сорт, более поддержанная система управления и создания, и разбития. Следующий этап – включение продукции из нового лака в перечень комплектующих для нас предприятий по программам и программным предзвучениям. В присутствии здесь Владимир Викторович, возглавляющий, который будет об этом стране, лично заниматься этим проектом, занимается успешно. Мы сегодня прислушаем на многих площадках. Следующий слайд. Другой прогноз потребностей в новом окне Российской Федерации может составлять до 350 тысяч долларов. То есть потенциал у нас большой. Следующий слайд. Есть понимание необходимости реализации кластерного подхода в развитии нового комплекса Российской Федерации. Этот подход, в том числе, наметен для себя и Минпомтор, и в соответствии с поручением президента Интерпорта, и Минпомтор, порочен его посуществлять, внедрять. Мы всех коллег приглашаем сотрудничество, содействие, давайте формироваться в кластеры, давайте объединяться, давайте в пределах левокоммерческих предприятий устраивать, так называемую плановую экономику, с гарантированным уровнем летабельности на всех этапах производства и переработки. Следующий слайд. Вы видите меры поддержки, оказываемые Минпромтором России в рамках поддержки левоком промышленности. Следующий слайд. В настоящее время мы отмечаем достаточно высокий экспорт нового окна. Следующий слайд. Я спорту партнера Влада, выведите денежные соотношения. Следующий слайд. Крылья. Подприятие, производящее оборудование для первичных левоком, проработки на экономике в России, есть. Беда, а сколько отсутствие квартирного заказа? Если бы на предприятии всех розмашиностроений был бы четкий заказ, ежегодно 5 машин, ежегодно 10 машин, ежегодно 100 машин, они могли бы поставить производство всех розмашин на поток. И это значительно удешевило бы стоимость психозтехники для обычных левоком для нас. Сегодня тема всех розмашиностроений находится в компетенции нашего департамента. Поэтому я думаю, мы доведем нужные мосты, которые все-таки производители и производители мирного окна. Я думаю, здесь мы обновляем для себя хорошее масты для сотрудничества. Следующий слайд. Коллеги, пробу говоря о производстве конопы, если необходимо соблюдать новые технологии, я думаю, коллеги докладчат эту тему на сколько более подробно. Следующий слайд. Коллеги, пропискайте, пожалуйста, до конца. Чем хотел бы совершить свой доклад? Хотел бы отметить, что в настоящее время спрос на уровне нового окна все-таки есть. Пока мы короткие. Сейчас завершаем выступление. Пятая частная консперенция. Пятая частная консперенция. Она как раз совпала с конференцией с амникализацией сельского хозяйства. Но Сергей Анатолченко, директор спартамента. Сейчас в машинопроизводительные продуктовые. Там еще и находимся. Но учитывая важность этой темы, ледных напряг, конечно, я просто обязан здесь быть. И, соответственно, как мы уже с вами встречались, мы уже говорили о том, что нам особое внимание выделить этим культурам. Потому что они стали стратегически важными культурами. Не только как текстильной промышленности, но и военных целях. Я думаю, специалисты здесь ничего не могут выступать. Соответственно, это целое большое направление сельскохозяйства и промышленности. Как легкое просто так и машиностроение. Потому что Юрий Васильевич, президент, самый крупный Юрий Васильевич поедал. Самый большой болельщик завел. Благодаря Рено мы еще активнее стали заниматься. Коллеги, что мы сейчас делаем. Действительно, вот были моменты, когда нам очень трудно было остановить наводение льна. Льномодство. К нам трудно. Мы все забросили. Были моменты, когда мы бороться с наркотиками. Но сейчас как раз пришло наше славное время заниматься этим культуром. Почему? Ну, во-первых, сегодня мы с плотным, нам все сложнее становится в стране. Соответственно, с цивилозной проблемой начинается, почему в Узбекистан, это наши вверх, в Узбекистан, я не знаю, кто-то из вас возгладеет. Большая ситуация. Они говорят сейчас, зачем нам с плотным мучиться. Когда нас учат, его не берут в толпу. И китайцы, почему кто-то не пришел. Там все потешевле. Пытается ступить. Мы лучше будем заниматься овощами, будем заниматься соей. Соей ищем сегодня в России семена адаптированные. Мы будем заниматься рисом и другими культурами. Но только и хлопком. Ну, понятно, в советское время их прессовали. Зами Советский Союз говорили, что выворачивать хлопок, а мы стали во все поставить. Сейчас они говорят, мы лучше будем овощи выращивать и торговать в России. Ну что, я не прикажешь. И, соответственно, устав вопрос за велосипковку для порога, соответственно, для тех, 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 тех промышленностей, остановившихся, которые перерабатывают хлопок. Что надо делать? Я всегда, например, предупрежу. Вот если нас с вами сегодня раздеть, и сказать, оденьте, что есть у вас отечественное, российское, у нас в рядке хватит на и носки. То, что есть. Поэтому надо дальше двигаться, сделать, соответственно, не только продовольствие и независимость, но и нашу независимость, хотя бы в производстве одежды и других товаров. Такие меры принимаются, сегодня применяются. Мы со многими из вас проговорили первоначально. Некоторые производители проекта неплохие, некоторые сырые. Цель такая. Ну, во-первых, 10 тысяч рублей на лёд и пенадлю на один гектар несвязной поддержки. Первый. Для того, чтобы всем сегодня дать сигнал, говорит, не говорит, а если денег нет, то в борту сварше не будет. Проколом. И тут точно так. Поэтому мы вам говорим, коллеги, для того, чтобы начать сеять лёд и пенадлю, сырьё для промышленности, мы вам даем 10 тысяч рублей на лёд. Но это один год даёт. На следующий год, значит, по-другому будет. Почему? Объясняю. На следующий год денег будет ещё больше. Только на разделённое на длинное и короткое волокно. На длинное волокно, значит, будет сумма примерно 60 на 40 евро. Но, тем не менее, будет ощутимая поддержка для того, чтобы заинтересовалась была не в гектарах, а в выходе продукции. Чтобы было качественное промышленность, больше было длинного волокна, короткое волокно, хорошего качества было. Соответственно, вот такую поддержку, надежность. Я думаю, что это правильно. Эти предложения все. Они от вас пришли. И правильное предложение. Но первый год мы вот сейчас вам хотим дать на площади для того, чтобы воссеяли и дали первичные переработки. Сегодня мы разрабатываем программу по модернизации как первичной, так и глубокой переработки. Все заводы, которые сегодня в переработке льна есть, мы с вами вместе сейчас насинтрализируем, смотрим, у кого какая ситуация. И что мы будем делать? Какие ресурсы для того, чтобы руководству сказать, вот нам нужно столько денег для того, чтобы получить 5% кредит на модернизацию этих заводов. Первое, что в двух порядках. Далее мы после того, как все это отрабатываем и планируем рассмотреть вопрос субсидирования затрат по капельцам до 40%. То, что мы сейчас делаем по теплицам, по кругу, хранилищам и так далее. Но лед это более серьезное направление и более отсталое, чем эти направления. Поэтому мы считаем, что 40% нужно субсидировать. Вот именно капельцы для возделывания и переработки льна. Вот это следующее направление. Ну и далее, те, кто будет заниматься глубокой переработкой, будут искать уже готовую продукцию, соответственно, то же самое, эти мероподдержки для того, чтобы лед был востребован. Сегодня промышленники техсеч, которые у нас активно стали заниматься техселем. Пару, еще предприятий осталось в стране, что нет. Скоро, сколько? Мы только двоих знаем. Остали или портбольшие, или считали, или скончились. Мы только двоих знаем пока. Вот два, где Модестович, настрой. Вы от него или нет? Вот Модестович, вот есть, это самый, еще один, еще один проявлялся. Остальные, кто-нибудь, никого не знает. Надо ли, что-то не надо. Вот. Они как раз и угробили миномосток. Потому что не занимаясь техселем, думают, что можно закупить все, и ничего не делать в стране. И, конечно, дальше нужны семена. Мы, мы точно так же, поддерживаем в городском порядке и на строительство селекционно-селевого центра. Другая лица, они действуют, работают. У нас один уже заявился, или двое, по-моему, на строительство селекционно-селевого центра больно. Поэтому меры поддержки, они есть. Сегодня по ним нужно работать. Сейчас, как раз на обществе технические, это самое, НТПП, как это называется, в соответствии с указом президента, то же самое, лед и конопля, туда попадают, будем в это направление, тоже работать для того, чтобы выживать собственные селекции семенового центра в стране. Вот таким образом по этим вопросам. Что касается механизации, нас не имеет кое-что, что здесь присутствует. Он тоже очень серьезно проникся нашей проблемой. И поддержка машиностроения для льда и кораблей, для первичных работ, где-то еще ведомство, но долго надо, что в центре. Наконец, эти вопросы опрошдают, для того, чтобы в России нет работы. И те веры, поддержка, которые есть, максимально направлены на это направление. Для того, чтобы мы сейчас встали с колен. Вот, если мы все это сконзинируем, возьмем в одно, в один блок, как говорится, в одном направлении поработаем, и, соответственно, будет, я надеюсь, отдача в 10 направлений. Ну и сегодня, я вам говорю, у Голго-Геранских ректор-рус-тывал, мы также рассматриваем одно из направлений, дальше это развитие производства флопка. Внимательно изучили, глубоко изучили эту тему, поработали, экспериментали, посевы, заложены. Я вот, когда он сам по полям флопка выходил, российским, могу сказать, что я лично убедился в том, что флопка у нас растет, его можно производить и, соответственно, применять в текстильной промышленности. Тамышинский директор везде встречает, в твалете. Вот он приехал и говорит, дайте мне эту опку. Я вот, это самое, как неучатель, получился опку, значит, вану производства для того, чтобы получить хорошую пряжку. Поэтому нужны только деньги. Если будет поддержка, если будет что-то сложное, нормальное, мы и страны должны эту тему лениану и конопляну поднять. Ну, в конопле, если у нас руководитель ассоциации конопле, здесь находится молодец, он очень активный парень, взялся за работу активно. Вот, и тоже проекты мы стали, мордовские ребята, вот, молодцы, глаза горят, хотят чего-то сделать. Мы поддерживаем всячески для того, чтобы это упражнение тоже усыпать. Ну, и как микрофортические специалисты сегодня говорят, просто тех, что нужно 30 тысяч тонн целлюлозы льняной для производства спецпродукции, для военной промышленности. Поэтому технологии есть, все есть. Надеюсь, в этом направлении тоже будет хорошее развитие, и мы хлопок сможем заменить на более лучшие целлюлозы, сырье, которые необходимы для промышленности. Вот, если коротко, вот эти вопросы я хотел до вас довести в программу, ну, и, конечно, от вас услышать вопросы, о которых мы дальше с вами будем работать. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что в будущем мы от волокна и от волокна и от вас, но не менее 10 тысяч переводимых гектар в среднюю льна. А вы больше? Я сказал, что мы думаем, что больше, мы должны дать, чем на 1 гектар больше 10 тысяч, чем на 1 гектар. Но, раз, значит, я не дополнял, может быть, вот мне бы хотелось, что сказать, чтобы 10-15 лет мы прогарантировали, что он на это сделать, что ниже 10 тысяч переводимых гектар не будет, а будет высшедать за вопрос в буржайности и с учетом по кредитации. Спасибо. Ответьте, мы будем пояснить все. Я, конечно, за администерство не могу говорить, но такая задача стоит, и мы будем стремиться к этому. И даст усилить меры поддержки. Вот, конечно, я хотел, чтобы и 10 тысяч на гектар оставить, еще дополнительно доплачиваем за сырье, за буржайность. Может, так и произойдет. Может быть, мы оставим 10-15 на гектар, а еще с десятку добавим на буржайность, разделив на две-тые и на короткие, чтобы стимул был и посеять, и как можно больше урожая получить. Это было вообще еще лучше, понимаете? Да, это было бы более лучше, идеально. Потому что гектар, гектар можно бассеять, убрать полцемпера, сказать, я бассеял, но ничего не совпадает. Погода, у нас всегда есть на что, смотри. Нам вообще все сказали, что легко. Когда удачный год, мы герои хорошо работали. Когда удачный, мы не были виноваты. Погода, так что тут у нас есть отмазки. А чтобы отмазки не было, значит, нужно, да? Тот, влагина. Так, да? Все, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы, поскольку понимаю, что время ограниченное, все-таки такой более проблемный доклад сделать. Поскольку тема, которая сегодня поставлена для совещания, она принципиальная, и она долгожданная, поскольку без единства Минпромтор и Минсерфоза, без этой единой системы, безусловно, прорыва к войну и технической конопрессии не будет. Это все прекрасно понимают. В этом плане я во многом буду отбираться на важное совещание, которое было 24 декабря 2015 года. Как раз в день 303-го указа Петра Первого по, значит, в деньке и, соответственно, по льну, так вот нам удалось подгадать, под руководством первого заместителя Дениса Валентиновича Монтанова и Калифа Сергеевича Никитина, который сегодня, буквально, неделю назад возглавил Нижегородскую область. И удалось собрать всех, кто как-то более-менее занят в практически и серьезном переработке льно-блотна. И этих сил было не очень много, если с точки зрения царического присутствующего. Понятно, что там не было каких-то корпораций, которые можно как-то там сопоставить. Не то, что с «Снегом», с «Газпромом», но где-то даже хотя бы внизу таблица «Форбса». И это наша реальная ситуация. За два года, к сожалению, мало что изменилось. Но стало понятно, после того, как полтора года проработали с «Минфромсторгом», после этого совещания по получениям и встречались с Денисом Алексеевичем Матуром и так далее. Стало понятно, собственно, ряд вещей, которые, на мой взгляд, не всем понравятся. Не всем понравятся. Я в этом смысле человек достаточно свободный, в том числе и, может быть, в плохом смысле, не такой профессионал, как здесь большинство присутствующих, которые полностью обдают себя именно проблеме этой сложной сферы. но в этом я могу говорить вещи, которые, ну, не всем понравятся. Весь характер обозначен. Ну, еще раз повторю, первое, самое главное, это если мы не организуем цепочку добавленной стоимости, то мы ничего не получим, поскольку чуть-чуть можно, конечно, работать сегодня. И нам было одно, есть понятный рынок, экспортный рынок, к сожалению, но, по большому счету, большого, масштабного пространства не возникли. И в этом плане мы, проведя инвентаризацию, где больше у нас институт Демократии Федерации Регионального развития работал, мы, проведя инвентаризацию по горовому опыту, по российскому опыту, мы, собственно, сделали добыть такой добавленной стоимости, где, в принципе, собирая лучшие технологии, мы сегодня практически применяем причинаем с акротехнологии, фактически у нас первого этапа с получения нового окна можно сегодня уже выходить на этапе. И, по большому счету, после второго, третьего перетела, соответственно, эта этапенность, она буквально становится за пределами ста процентов, то есть, сверхвыгодная, сверхдоподная, даже при отлучении каких-либо выгодных условий. ста процентов, в том числе, что сегодня обозначен оборонный комплекс, в него есть свои потребности, правда, я про это слышал лет 15-20, что оборонный комплекс, он жить не может без рена, но, к сожалению, как-то живет, стреляет, и я боюсь, что если тоже на него не одолеть, он еще долго будет жить какими-то своими тайными, так сказать, тропами и законами. И текстиль, мы все понимаем, и текстиль, безусловно, эта сфера, которая показывает то, что произошла, театрагедия, которая произошла еще и в гостине СССР, а уже за славом все это обнаживается. Но, мне кажется, что нельзя забывать и по другим очень важным направлениям. Помню, Петр Александрович Чехмарев меня просто убил, сказал так, между ходом, проходя, говорит, целлюлоза, материал 21-го века и пошел дальше. После этого пришлось везде копаться и действительно вопрос целлюлозы, если брать только рынок гигиенических истей, проблема целлюлоза, вопрос получения целлюлоза именно из-за глубины культур, соответственно, варочек в Российской Федерации, этот рынок практически составляет при всех, так сказать, возможных импортозамещениях порядка 2-х миллиардов долларов. И там можно отбирать рынок минимум в несколько сот миллионов долларов. То есть это потому, что это не текстиль в таком традиционном смысле, это не оборонные изделия, но это очень важно. Следующий момент, это, конечно, биокомпозиты. И вот удивительно, когда было совещание, то основные департаменты будут департамент материалов, то есть те, которые разрабатывают композиты в целом, другие новые материалы. И здесь в мире сегодня происходит революция. Мы видим как активный идут в автокомпозитах. Вот мы продвигаем такой стартап, сейчас начали продвигать эко-мобиля, в котором существенная часть и внутреннего салона, и базового детали анализируют композитов. И в этом смысле это тоже рынок, вы прекрасно понимаете, даже если это будет несколько, 5-7 деталей, для автомобильной инфрустрии это колоссальный рынок. То есть я к чему хочу, к чему это говорит, что фактически нужно всю таблицу переделов, она у нас есть, мы ее несколько раз показывали, всю эту таблицу переделов по третий первых, трех, а есть и более глубокие переделы, ее нужно превратить в реальный стратегический план соответственно правительства Российской Федерации. Без такого стратегического плана на 10-15 лет при полной увязке Минпромторга и Минсельхоза, про Минсельхоза я говорю с точки зрения с точки вопроса, но с Минсельхозом это нет проблем, проблема с Минпромторгом, поскольку он часто смотрит на это, как на некие проблемы в Волхозе, которые там далеко, потому что у Минсельхоза большие корабли, большие соответственно машины, автомобили, все здорово, а это какая-то боковая в обычном области. Здесь, конечно, нужны решения правительства. Такой стратегический план решения правительства. Следующий момент. Мне кажется, что надо все-таки принять все в реализме, когда реализм сегодня состоит в том, чтобы все-таки ставить стратегическую задачу. А эта задача должна выражаться в том, что Россия должна восстановить свою гературу монопольного мира. Если взять еще интересные карты 16-го года, 37-го года, когда, соответственно, Россия, это революционная, Советский Союз, выступали монополистами, и уровень был до 70-80, там, 2-82% максимальный, так сказать, размер, когда полностью Россия отъявляла вировой рынок, и мне вот недавно подарили просто в классную такую облигацию, пельги, напечатанную в конце 19-го века, которые как раз там все непонятно, только понятно, что РУС, Россия, Кострома и так далее, и, соответственно, прекрасный аппликационный документ, который показывает, что это не родные, по сути, акции, торгующиеся в то время, как глобальный. Нам из этого наполнилось на это. А из этого следует. И никуда не спец, особенно для нечем населения, который безоинна не выживет. Это еще один акцент, который Александр мне, так сказать, уже поставил, и я это прорабатывал вместе с коллегами. Это действительно так. У нечерноземья нет никакой иной дороги, более да, и, соответственно, нам нужно выйти минимум на миллион гектаров. Сегодня, это кажется, безусловно, примерно 50 тысяч гектаров, какая-то такая шапка-закидательская задача. Но без такого рода масштаба работы, во-первых, мы не поднимем нечерноземья, а это социально-политическая задача. А во-вторых, мы не выйдем на те обороты и те вопросы на наполе, без которых мы все время будем обсуждать всякие непосредственные вопросы. Вот, в частности, я с рядом алигархов провожу, воспитательную работу, что нужно, лен вкладывать и так далее и тому подобное, они начинают задавать вопросы. Ну, а что вот для мирового, мирового и так далее, а вот почему не как в Вильгии, не как во Франции. То есть у людей совершенно нет представления, что нам, как во Франции в Вильгии, никогда не жили. Не хватит, там хорошо веком, там совершенно другая сфера, совершенно другая техника, психско-возяйственная и так далее. Совершенно особая элитная образность. И нам нужно не восстанавливать советскую, она тоже уже неадекватно не идти по западу, а строить свои. И в этом смысле это то, что еще предстоит построить. В этом плане вот следующий момент, такой, может быть, тоже непопулярный, касается термина «верт поддержки». Потому что, конечно, то, что вот 10 тысяч рублей будет выверяться и дальше это будет нарастать и идти, я уверен, по нарастающему, поскольку понимание появляется у правительства, это действительно очень хорошо, туда-сюда отдать нечего. Но вопрос заключается в том, что все-таки это достаточно лукавый здраво поддержки. Потому что если не создать лидерной комплекс, и здесь же опять не контролл главный, опять он должен давать хорошую цену, соответственно, технически правильным хозяйствам, правильно выдающимся хозяйственникам села. Это же очевидно. И если, соответственно, не создавать путные предприятия, то эти меры поддержки, к сожалению, часто будут любые и так, что сегодня поддерживали один, а через три года на этом месте ничего нет, потом где-то еще возникло, еще три года поддерживали. И в этом смысле эти меры поддержки, они очень нужны, но они абсолютно недостаточны, потому что все равно сначала нужно создавать с нуля новую национальную индустрию. Никаких чудес не будет. И опять же, мне кажется, это надо мысль заносить до правительства и так далее. В этом плане я считаю, что настало время, сейчас в правительстве создан проектный офис, настало время подвигать приоритетный проект, условно, по переработке там глубины культур, новой индустрии глубины культур. Приоритетный проект, который в ближайшие пять лет, может быть, был бы не очень большой по деньгам, с точки зрения КЦП и госпрограмм, там, 4-5 миллиардов рублей, но которые целевым образом шли бы на нем, и было бы понятно, куда они нравятся. Технических и политических препятствий, естественно, это очень трудно, честно говоря, не видно, но нужно создавать в целом этот образ. Когда я говорю про миллионы вектаров и про стратегические планы на 10-15 лет, то это не значит, что работу не нужно начинать сегодня. Сегодня очень нужны 3-5 экспериментальных для пилотов регионов, которые готовы будут учиться по-другому работать и, главное, организовывать с помощью федерального правительства, с помощью федерального государственного развития, соответственно, промышленные предприятия по переработке, не только в текстиле и не только в оборонке. Вот, с моей точки зрения, такие 3-5 регионов, пилотные площадки, все из 3-5 регионов, это сегодня ключевой работа, к сожалению, я пытался, так сказать, и здесь поддержки и землин, цельхозы и так далее обсуждать, все ходить, но пока все живут в своих, понятно, в своих заботах и в своих проблемах, это совершенно естественно, нормально, но мне кажется, если все-таки передовые регионы будут выявлены, это большое стимулирование, после этих пилотных площадок надо переносить. Ну и очень важный момент, конечно, и по стихнике, вот Евгений Анатольевич, я надеюсь, он уже возьмется, завернут, потому что мы с ним уже это проговаривали, когда он в другой ипостасе работал, где действительно, где мы не работали, Евгений Анатольевич, там все в продвижении, вперед прогресс, и действительно, может быть, Минтонтон зацепится, я прошу прощения за это слово, через его стихнику, а дальше как бы больше навязывает проблемы на других департаментах, и новых материалов, и химической индустрии, и безусловно, конечно, на легкой промышленности, и саму саду. И два последних момента. Мне кажется, что очень важно все-таки постоянно поднимать вопрос по статусу и значению этой проблемы, потому что очень часто приходится, и часто так, ну, что это вообще что-то такое, я помню, на общественной телевизии России стояла рядом Оксана Генриховна, наш замечательный депутат, вылитер от регулированной фамилии, которая даже сейчас от партии одной собирается выступать как президент, и когда я это говорю про нем, то она сказала, ну, опять какие-то кокошницы. Вопрос людей, человек очень образованный, очень хороший экономист, не какой-то осмороженный там, не у либерала, но есть представление о мнении, а как в культуре действительно 21 века и лена, и техническая экономика, а как о чем-то таком саморечивном, малорентабельном, тянутянущем нас в Аркаику и так далее. Ну, это просто несерьезно, и, конечно, здесь вопрос и средств массовой информации, и пропаганда, и, собственно, статус окна поднимал. И заканчивая, хочу сказать, вот отдельные специалисты мне любят задавать вопрос, Юрий Васильевич, куда бы со своим институтом демократии лезть в такую серьезную сферу, потому что тут серьезная сфера, тут агромумы, агромехника, помощность и так далее. Но мы занимаемся разными сферами, в том числе и оборудованной промоинструкцией, но дело не в этом. Я считаю, вопрос очень хороший и правильный, потому что мы должны понимать, что для нечерноземных, нечерноземных, включая в том числе и Сибирь, там, можно спорить про это нечерноземие, но включая все наши, скажем так, не самые южные, не самые черноземные в основном территории, где-то одна не будет никакой ни темографии, ни минимальной социальной стабильности, социальной будущей стабильности. Вот я по таким местам закончил и считаю, что как раз, исходя и из демографии, из будущего наших людей, будущего старо-русских регионов, это очень важно, вот и важно эту тему продвигать. Поэтому я готов, я подготовил более примерные пункты, передам Александр Александровичу, спасибо любви. А вот того что? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Европа считает, и экономисты, экономисты берут и обзорят, что без дотации в Европе ее не реагируют. Программите. Причем дотации существенные. У меня так есть, это на 500, допустим, это на 500, для нас, до 500, для маслички, а для 200 до 700 долларов. И у них идет постоянная инфуенция для этих дотаций. Внимание, о чем вы говорите? Я рассказал, я буду говорить очень приятные вещи. И я хочу сказать, что, как показывает наш проработка с ведущими специалистами, в том числе и сообществом, что надо стремиться к дотационной силе. Так. И это можно сделать сегодня, выходя на новый, хотя бы начиная с минимального создания более-менее внятного населенного мозга. И так далее. И так далее. Который у нас отжимствует. Поэтому, еще раз повторяю. Но! Я это после не отрицает, хотя мы никогда не будем в Европе. Мы не Европа. У нас этого не будет. Мечтать не вредно. Можно говорить по 500 словам на всех трибунах. Никто это слушать не будет. И в итоге все мне истает к тому, что займитесь серьезным делом. Займитесь серьезным делом. И так далее. Занимайтесь зерном и так далее.